Ладно, пойдем собирать вещи. Здорово, Швец на связи. Не спрашивайте, что я делаю в крепости. Если что, ничего интересного вы не пропустили. Просто я пытался поиграть с разбитым экраном. Пару раз умер, заплутал. Благо у меня получилось собрать несколько огненных стержней. Но теперь меня окружают блейзы, гасты и всякие разные демонические твари. Благо мне уже привезли новый монитор, поэтому все супер. И мы можем с вами снова играть в майн. А теперь мне кажется, что в Незере я немножечко задержался. Поэтому давайте-ка с вами сменим обстановку. Итак, я обновил майн до последней версии. А это значит, что добавили два новых биома. И сегодня мы с вами попытаемся их найти. И для начала это будут мангровые болота. Там мне в большей степени нужны саженцы, потому что все остальные блоки можно спокойно воссоздать в домашних условиях. Однако во время планирования своего похода у меня возникли некоторые трудности. Смотрите, тут моя деревня, дом и деревня по соседству. Совсем рядом должны быть мангровые болота. При создании мира мне пришлось прогрузить область 4 на 4 тысячи блоков. Так что мангровые болота находятся достаточно далеко. Итак, нам с вами предстоит отправиться в далекое путешествие. Боба и Биба. До встречи, а мы с вами отправляемся. Правда, что-то не в ту сторону я отправился. Ну ладно, теперь точно. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фух, наконец-то я добрался до манговых болот. Да, путь, конечно, нелегкий. И давайте залезем. Хотя, на самом деле, лучше не надо лезть в пещеру. Мы же сюда пришли за саженцами. А значит, давайте лучше их и пособираем. А пока ловите комментарии из предыдущих видео. Если вы хотите попасть в следующий видос, то обязательно напишите свой комментарий. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте, что ваша активность помогает продвинуть ролик. А главное, мотивирует меня на создание новых видосов. И пока я с вами разговаривал, успела наступить ночь. А еще я нашел что-то горящее вдали. Опа, а это похоже лавое озеро. Да, именно так. Но это нам только на руку. Давайте, пока есть возможность, добудем немного дерева. Заодно и сажатся добыли. А значит, можно продолжать свой путь. Кстати, у меня тут идея возникла. Я знаю, что я мог бы по Сиду пробить расположение древнего города. Но меня все еще ведет дорога приключений. И пока рандомный скелет не пробил мне стрелой колена, хотелось бы найти древний город самому. Все, что мне пока что известно, это то, что город спавнится в биоме темных глубин. А темные глубины, в свою очередь, чаще всего появляются под горной местностью. Кстати, вот похоже и тот самый горный биом. Вот только где начинать копать, я, честное слово, без понятия. Ладно, зачаруемся на удачу. Поехали. Да, с каждой секундой у меня, конечно, убавляется энтузиазма. Но я, естественно, докопаюсь донизу. Вдруг и правда что-то найду. Но что-то мне слабо верится. Ну, в принципе, что и требовалось доказать. Нету тут никакого древнего города. Так что давайте потихоньку подниматься наверх. Итак, мы, наконец-то, с вами выбрались на поверхность. Осталось пробежать совсем чуть-чуть, где-то блоков 300-400. И, естественно, по сравнению с тем путем, что мы уже с вами преодолели, это сущие пустяки. И вот я уже добежал, немножечко подготовился, сделал небольшой перевалочный пункт, а также добавил вот такую колонну, чтобы видеть все издали. И сложил ненужные для меня вещи в сундук. Сейчас осталось только приготовить еду. Я очень надеюсь, что сейчас подо мной реально что-то будет. А то будет не очень прикольно, что я все это записывал. И тут на тебе. Подо мной пустота. О-о-о, у меня кирка кончается. Блин, а что делать-то? Железо фармить, что ли? У меня сейчас такой инсульт жопы случился. Так, ладно, половина дела сделана. Мы нашли с вами нужный биом. Осталось дело за малым. Найти древний город. Но что-то меня напрягает то, что я не вижу нужного для меня биома. Эмм, а вот и наш город. Правда, что-то я его не вижу. Вы видите? А он есть. По крайней мере, должен быть. Ладно, сейчас что-нибудь с этим придумаем. И первым делом мы с вами вернемся домой, потому что я уже собрал мангровые ростки, и надо бы их сохранить. Рейд? Я же тут трех знаменосцев убил. Ё-моё. Ой-ё, не-не-не-не-не. Зачем? Зачем я это сделал? Погнали дефаться. А можно не надо? Какие? Ну, если честно, изи, я прям не ощу... Так, стоп, еще волна. У-у-у. Еще? Безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде Фух, я надеюсь это последняя волна И после этих слов я столкнулся с одной небольшой проблемой Итак, на полоске сверху показывалось, что осталось всего два рейдера Первого я нашел под своим домом, это была ведьма, которую я с легкостью завалил А вот со вторым, ну, все было не так уж просто Сначала я пытался его найти просто бегая по деревне Колокол, а в итоге все дошло и до реплеймода К сожалению, ни один из способов мне не помог И в итоге я задумался, какой еще есть способ для того, чтобы найти потерянного рейдера Единственное, что пришло мне в голову, это запереться в абсолютно черной коробке и ударить колокол Но во время постройки я дважды нажал на F1 и в итоге рейд просто исчез Итак, что же мы с вами имеем после рейда Один тотем, седло, минус меч и топор с энчантами, минус железка, ну и там по мелочи Так, все, поспали и можно отправляться в путь Единственное, что на этот раз мы с вами сделаем, это пойдем через ад Потому что намного меньше нужно будет преодолевать пространство И это будет, естественно, быстрее, хоть и немного опаснее Но для начала надо бы взять с собой немного обсидиана А то как я обратно-то попаду Благо у меня рядом с домом есть лавовое озеро, вот и оно Так, ну думаю этого хватит слегкой Мне так-то всего 10 нужно Но я добыл 13 просто на всякий случай Ну все, надеюсь в этот раз я ничего не забыл Можем отправляться в ад Ага А зажигалку-то я забыл Так, ладно, будем сейчас что-то придумывать Так, окей, похоже с этого огня не перекидывается огонь Надо попробовать что-то с лавой сделать Что-то я прям не предвидел этого О, супер У меня все получилось Сейчас главное туда, куда надо попасть О, отлично И я не так уж и далеко от нужного мне места конечно придется блоков 300 пробежать но извините это не три с половиной тысячи а вот это самое место ух ты какая красота десна надо бы найти какую-нибудь расщельную в которую можно было забуриться кстати мне кажется я там вижу шахту не очень шахты если честно ладно тогда нужно найти другой способ чтобы попасть под землю а вот и тот самый город так ну нужно тогда сделать все таки перевалочный пункт чтобы можно было возродиться быстренько и умирать было не так страшно вот и все собрано теперь настало время исследовать древний город так еще тут один вот тоже перекрыть бы в идеале ну и пробуем пожалуйста не нюхай меня прошу тебя черт я блин форор играю ли в майнкрафт я не понимаю наконец-то оно скрылось пора двигаться дальше похоже он понял где итак мой трехчасовой поход закончился и вот то что мы с вами сумели найти самое главное тут это зачарованные яблоки алмазные мотыги с починкой две штуки куча пластинок всяких разных и естественно чердейские книги на проворство и на подводника самое что интересное это был не один древний город а их было целых две штуки я конечно не знаю все ли я блутал или нет но по крайней мере большую часть это точно да конечно лут не самый лучший но в крепости лучше не найдешь даже те же самые алмазы были не в сундуках а просто так на полу валялись приходилось их вскапывать осталось лишь понять что из этого мне больше всего необходимо и я могу отправляться домой и раз видео подходит к концу линейки прошли а бородатый мужик все-таки перевернул свой календарь я бы хотел вас поздравить с началом осени и учебного года а тем временем я попал домой скоро увидимся и удачи